всех приветствую на своем канале приятного просмотра и жду вас снова fiat ducato проблемы с тормозами человек уже тормозил цилиндром суппорта вот она колодочка внутри принципе обычное дело для fiat ducato следить за тормозами внимательно лампочка в птф выпалила отражатель а в этой стороне в этой стороне вода выпала лампочка не знаете как воду менять надо в птф часто нет привезли колеса на балансировку балансировочный станок сходит с ума туда покажет грузик то сюда покажет грузик а еще катается тут все в колесе вот эта дробь и сталька приводит тому что балансировочный станок показывает неверно nissan potfinder заскрипела крестовина уже выработка пошла ржавчина с иголочкой поэтому необходимо менять итак кардан снял выпрессовывал крестовины задняя крестовина она еще живая более-менее передние вот такое вот состояние вот и скрип при движении при трогании будем менять обе я конечно видел корчи моторы меняли там интересно конечно было но такое вижу в первый раз ротокс до 16 не хотели как вам как вам вообще такое шестнарек стоит отсюда будет вид поинтереснее парни молодцы сделали красиво немножко колхозно но все-таки компактно красиво сделано вот вам и ротокс да все таки шестнар это святой мотор его можно ставить куда угодно вазовская приборочка смотрим за температурой двигателя пока еще не знаю что с ним но узнаю будем делать будем делать шевролет крууз пробег 80 тысяч километров мало того что сальник течет привода правой ну и ошибки по коробке машина перестала ехать масло состояние не знаю у дизеля даже лучше и не знаю замена масла поможет или нет скорее всего надо будет снимать гидроблок чистить вымывать и менять масло полностью с вытеснение может быть даже живет как думаете живет или нет напишите свои ответы в комментарии на крузе тоже водичка в плафоне за дня что-то модная на воду стала заливать фонари приехал я тут студенту помочь тут обдирает джип будут перекрашивать попросил восстановить систему кондиционирования хотя бы проверить интересно тут сделана система кондиционирования вентилей нету золотников в заправочных штуцерах а стоят краны краны откручиваешь тогда можно заправлять но самое интересное радиатор кондиционера то отсутствует трубки где-то здесь обрезаны не шипят если завод если накачать воздуха в систему сейчас попробую сделать сейчас попробую сделать это так как компрессор кондиционера обрезан студент студент когда компрессор кондиционера установить заправить будем дальше смотреть муфту проверили принудительно она включается уже хорошо ну все остальное будет потом когда будет радиатор кондиционера слил масло chevrolet cruz коробочки состояние масла сейчас промываю и уже на пятом литре есть просветление масло немножко становится розового цвета но еще 6 литра 4 промоем и посмотрим что будет масло поменяли уровень выставили прогрели сейчас будет тест-драйв а масло ушло у меня суммарно 15 литров а пробег у нас 70 тысяч 955 километров сейчас бросится все ошибки и попробуем сделать тест-драйв итак по nissan максимум предыдущего видео утечку добился 160 миллиампер 170 160 иногда до 140 до много при норме 06 машины при норме 60 миллиампер тут у нас 160 миллиампер иной всему предохранитель engine control 2 что удивительно берем и снимаем разъем и был снимаем разъем c был и смотрим 30 миллиампер 30-40 миллиампер вообще идеально ну где-то выбор что-то у нас не в порядке nissan maxima мучились боролись сняли и был открываешь так хлоп а тут уже что-то горело тут выпаленные мозги вот вам утечка тока в мозгах и нестабильный холостой ход вся проблема в былу нашли наконец-то решение hyundai galoper в 63 литра человек жалуется то что мотор троид еще сделано немножко тюнинга топливная система замерил давление топлива топлива в порядке 32 на рабочую даже сбрасываешь давлением производительность насоса хватает машина не глохнет все равно продолжает троить померял компрессию всех шести горшках компрессии от 11 до 13 принципе разбег небольшой в одном горшке только в первом в первом горшке был 11 это на если перемерить будет уже 12 скорее всего короче компрессия в идеале башка левая водительская сторона не работает грубо три свечи черные фотография приложу три свечи черные они не работают перекинул свечи с правой башки на левую башку тоже сама ситуация человек уже менял сам провода крышку трамблера сейчас буду разбираться дальше почему машина троид и не едет не тянет горит человек человек горит все это постепенно началось то что он горит не выезжает уже на горку на лёгкую горку не выезжает машина не тянет правильно грубо на трех горшках работает машина поэтому и не тянет будем разбираться yamaha fzs 600 он же фазер 2006 год на небольшом техническом обслуживании будем менять пыльники сальники вилки прокачивать тормозную жидкость чтобы снять перья так называемые вилки необходимо будет открутить сверху болт на шестигранником на 6 снизу шестигранник на 8 японцы не любят нечетные числа такой маленький факт дальше снять второе перо и заказчик попросил еще поменять подшипники рулевой будем заниматься завчасти все в наличии так что ждите продолжение прямых включений ты чё тут вылизуешь блохом гоняешь чё-то ты похудел дроссель и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok